Котел На ЧЕС-монтажникам Михаил трудится недавно, с ноября 2018 года. Но был и опыт, и профильное образование, поэтому освоился быстро. С коллегами проводит полный цикл обслуживания котла, который дает пар для всего завода. Котел важен для всего производства, для цикла его. Для всего производственного цикла, чтобы вообще производство само по себе существовало. Если он выходит из строя, производство получается все, оно не сходит на нет. Работают бригадами по 3-4 человека. От каждого зависит качество ремонта и обслуживания. Все, что скажешь, он выполняет. Причем выполняет добросовестно, качественно и в срок. Во всех отношениях молодец. На заводе работал и отец Михаила, старшим прокальщиком в первом цехе. Рядом с предприятием был сад, откуда Михаил в детстве наблюдал за заводом. Первое чувство гордости, искренней гордости. У маленького человека другой же гордости нет. Искренней гордости. Было то, что я глядя на этот взвод. Он как бы реально был горд. Получается, что у меня отец там работает. Родоначальники трудовой династии дедушка с бабушкой. Их Михаил помнит очень хорошо. У них проводил все лето. Тетя Михаила, тоже работавшая на электродном, рассказывает, как родители приехали в Челябинск. Тогда на территории завода был дом для сотрудников, где они и жили. Детство было исключительное, потому что люди окружали очень хорошие. Ленинградцев много было, москвичей. Помню родителей, какие-то нам эти кусты садили. И фонтан у нас во дворе был. Родители прошли войну. Дома бережно хранится штендер с семейной фотографией. В День Победы семья вместе с десятками тысяч челябинцев проходит по улицам города в Бессмертном полку. За оборону Ленинграда у них есть медали. Они там восстанавливали железные дороги. Вот у них и форма-то жизнедорожная. Несмотря на тяжелое послевоенное время, Сверидовые вложили силы в челябинское производство, в электродный завод. И создали свою рабочую династию.